Исцели меня, Господи, и исцелен буду. Мы верим в Твою исцеляющую силу и милосердие. Поддержи нашего слушателя в это трудное время и даруй полное восстановление здоровья. Как написано, исцели меня, Господи, и я буду исцелен. Спаси меня, и я буду спасен, ибо Ты — хвала моя. Иеремия 17.14 Пусть Твоя исцеляющая сила наполнит тело и душу нашего драгоценного слушателя. В Псалме 147-3 стихе сказано Он исцеляет сокрушенных сердцем и перевязывает их раны. Пусть Твоя любовь и милость утешат и исцелят того, кто это слушает. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Исайя 53 глава 5 стих. Мы верим, что через Твои страдания и жертву пришло исцеление для всех нас. Ибо я восстановлю Тебя и исцелю Твои раны, говорит Господь. Иеремия 30 глава 17 стих. И молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему. Иакова 5 глава 15 стих. Мы молимся с верой и надеждой на Твою исцеляющую силу. Пусть через слушание Божьего Слова об исцелении окончательно укрепится вера того, кто его слушает. И будет этот человек, как благоухающее здоровьем дерево, которое посажено у потока вод, которое орошается вовремя и лист которого не вянет. Во имя Иисуса Христа, нашего Спасителя и Господа, мы молимся. Аминь. Исайя 53 глава 5 стих. Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Третье послание Иоанна, 1 глава, 2 стих. Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа Твоя. Иеремия, 30 глава, 17 стих. «Я обложу Тебя пластырем и исцелю раны Твои», говорит Господь. Луки, 4 глава, 18 стих. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». Псалом 102, 2 и 3 стихи. «Благослови душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои». Притчи, 4 глава, с 20 по 22 стихи. «Сын мой, словам моим внимай и к речам моим преклони ухо Твое. Да не отходят они от глаз Твоих, храни их внутри сердца Твоего, потому что они — жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела Его. Исход, 15 глава, 26 стих. «Если ты будешь слушаться гласа Господа Бога Твоего и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел на Египет, ибо я — Господь, целитель Твой». Псалом 146, 3 стих. Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их. Послание Иакова, 5 глава, с 14 по 16 стихи. «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг при другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Исайя, 58 глава, 8 стих. «Тогда откроется, как заря, свет твой и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя». Псалом 106, 20 стих. «Он послал Слово Своё и исцелил их и избавил их от могил». Матфея, 9 глава, 22 стих. «И Иисус же, обратившись и увидев её, сказал, «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя». И женщина с того часа стала здорова». Матфея, 9 глава, с 27 по 31 стихи. «За Иисусом следовали двое слепых и кричали, «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов». Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему, и говорит им Иисус, «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят ему, «Ей, Господи!» Тогда он коснулся глаз их и сказал, «По вере вашей да будет вам!» И открылись глаза их, И Иисус строго сказал им, «Смотрите, чтобы никто не узнал». А они, выйдя, разгласили о нём по всей земле той. Матфея, 9 глава, 35 стих. Ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царства и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. 1 Петра, 2 глава, 24 стих. Он грехи наши Сам вознёс телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились. Матфея, 14 глава, 14 стих. Иисус увидел множество людей и сжалился над ними и исцелил больных их. Матфея, 14 глава, 36 стих. Просили Его, чтобы только прикоснуться к краю одежды Его, и которые прикасались, исцелялись. Луки, 6 глава, 19 стих. Весь народ искал прикасаться к Иисусу, потому что от Него исходила сила и исцеляла всех. Исход, 23 глава, 25 стих. «Служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою, и отвращу от вас болезни». Марка, 1 глава, 34 стих. Он исцелил многих страдавших различными болезнями и изгнал многих бесов. Псалом, 118 стих. Псалом, 118, 50 стих. «Это утешение в бедствии моем, что Слово Твое оживляет меня». Марка, 6 глава, 56 стих. «Куда не приходил Иисус, в селения, города или деревни, клали больных на открытых местах и просили Его, чтобы им прикоснуться хотя бы к краю одежды Его, и которые прикасались к Нему, исцелялись». Луки, 17 глава, с 12 по 19 стихи. Встретили Иисуса десять человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили, «Иисус наставник, помилуй нас!» Увидев их, Он сказал им, «Пойдите, покажитесь священникам». «И когда они шли, очистились». Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам Его, благодаря Его, и это был Самарянин. Тогда Иисус сказал, «Не десять ли очистились? Где же девять? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» и сказал Ему, «Встань, иди, вера Твоя спасла тебя». Матфея, 4 глава, 23 стих. «Ходил Иисус по всей Галилеи, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царства и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Луки, 13 глава, с 11 по 13 стихи. «Вот женщина, восемнадцать лет, имевшая дух немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей, «Женщина, ты освобождаешься, от болезни своей и возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога». Иоанна, 4 глава, 46 по 53 стихи. «Иисус пришел в Кану Галилейскую, где притворил воду в вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему, «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Царедворец говорит ему, «Господи, приди, пока не умер сын мой». Иисус говорит ему, «Пойди, сын твой здоров». Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. На дороге встретили его слуги его и сказали, «Сын твой здоров». Он спросил у них, «В котором часу стало ему легче». Ему сказали, «Вчера в седьмом часу горячка оставила его». Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему, «Сын твой здоров» и уверовал сам и весь дом его. Деяние, 10 глава, 38 стих. «Как Бог духом святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех угнетаемых дьяволом, потому что Бог был с ним». Иоанна, 5 глава, со 2 по 9 стихи. Есть в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вефезда, при которой было пять крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых и сохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какую бы ни был одержим болезнью. Тот был человек, находившийся в болезни тридцать восемь лет. И Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему, «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». И Иисус говорит ему, «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Псалом 116, второй стих. «Велика милость его к нам, и истина Господня пребывает вовек». Матфея, 12 глава, 22 стих. «Привели к нему бесноватого, слепого и немого, и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить, и видеть». Псалом 30, стих 3. «Господи, Боже мой, я возвал к Тебе, и Ты исцелил меня». Исайя, 57 глава, 18 и 19 стихи. «Я видел пути его и исцелю его, и буду водить его и утешать его и сетующих его. Я приведу к миру, мир дальнему и ближнему, говорит Господь, и исцелю его». Матфея, 15 глава, с 21 по 31 стихи. Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина-хананьянка, выйдя из тех мест, кричала ему, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется!» Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его, «Отпусти ее, потому что кричит за нами!» Он же сказал в ответ, «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А она, подойдя, кланялась ему и говорила, «Господи, помоги мне!» Он же сказал в ответ, «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам!» Она сказала, «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их!» Тогда Иисус сказал ей в ответ, «О, женщина, велика вера Твоя! Да будет тебе по желанию Твоему!» И исцелилась дочь ее в тот час. Перейдя оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому и, взойдя на гору, сел там. И приступило к нему множество народа, имея с собой у хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым, и Он исцелил их. Так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева. Иеремия, 33 глава, 6 стихи. «Вот я приложу к ней пластырь и исцелю раны ее, и открою им изобилие мира и истины». Марка, 2 глава, с 1 по 12 стихи. «Иисус пришел в Капернаум, и слышно стало, что Он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и Он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. И, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному, «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что Он так богохульствует, кто может прощать грехи, кроме одного Бога. Иисус, тотчас узнав Духом Своим, что они так помышляют в себе, сказал им, «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному, прощаются тебе грехи, или сказать, встань, возьми свою постель и ходи?» Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному, «Тебе, говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря, «Никогда ничего такого мы не видали». Луки, 8 глава, 41 по 56 стихи. «Пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и, пав к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь лет двенадцати, и та была при смерти». Когда же он шел, народ теснил его, и женщина, страдавшая кровотечением двенадцать лет, которая, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у ней остановилось. И сказал Иисус, «Кто прикоснулся ко мне?» Когда же все отрицались, Петр сказал, и бывшие с ним, «Наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но Иисус сказал, «Прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня». Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав пред ним, объявила ему перед всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тот час исцелилась. Он сказал ей, «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя, иди с миром». Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему, «Дочь твоя умерла, не утруждай учителя». Но Иисус, услышав это, сказал ему, «Не бойся, только веруй, и спасена будет». Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова и отца девицы и матери. Все плакали и рыдали о ней, но он сказал, «Не плачьте, она не умерла, но спит», и смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил, «Девица, встань!» И возвратился дух ее, а на тот час встала, и он велел дать ей есть, и удивились родители ее. Исайя, 38 глава, 16 стих. «Господи, такие живут по Твоей милости, и в этом состоит жизнь Духа моего. Исцели меня и оживи меня». Луки, 5 глава, с 12 по 16 стихи. «Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе, и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя его и говоря, «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал, «Хочу, очистись». И тотчас проказа сошла с него, и он повелел ему никому не сказывать, а пойти показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей во свидетельство им. Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился. Матфея, 11 глава, 5 стих. «Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют». Матфея, 8 глава, 2 и 3 стихи. К Иисусу подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал, «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал, «Хочу, очистись». И он тотчас очистился от проказы. Псалом, 117, 17 стих. «Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни». Матфея, 8 глава, с 5 по 13 стихи. К Иисусу подошел сотник и просил его, «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему, «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал, «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой, но скажи только слово и выздоровеет слуга мой, ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди и идет, и другому приди и приходит, и слуге моему сделай то и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним, «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. И сказал Иисус сотнику, «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот час. Матфея, 8 глава, с 14 по 17 стихи. Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, «Он взял на себя наши немощи и понес болезни». Матфея, 20 глава, 34 стих. «Иисус же, умилосердившись, коснулся глаз их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним». Иоанна, 11 глава, 4 стих. «Иисус сказал, «Это болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Луки, 6 глава, 6 и 10 стихи. «Иисус учил в синагоге в субботу. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Он сказал человеку тому, «Протяни руку твою». Он так и сделал, и стала рука его, здорова, как другая. Марка, 1 глава, 40 по 42 стихи. «Приходит к Иисусу прокаженный, и, умоляя его и падая пред ним на колени, говорит ему, «Если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, умилосердившись, простер руку, коснулся его и сказал ему, «Хочу, очистись». После сего проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. Иоанна, 14 глава, 12 стих. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду». Марка, 16 глава, 16 и 17 стихи. «У веровавших же будут сопровождать сии знамения, имени моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы». Матфея, 10 глава, 1 и 8 стихи. «Призвав двенадцать учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте». Деяние, 4 глава, 30 стих. «Простри руку твою на исцеление и на совершение знамений и чудес именем святого твоего Иисуса». Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятой. «И был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказал, «Взгляни на нас». И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал, «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи». И, взяв его за правую руку, поднял. И вдруг укрепились его ступни и колени, и, вскочив, встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога, и узнали его, что это был тот, который сидел у красных дверей храма для милостыни. И исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним. Деяния, 19 глава, 11 и 12 стихи. «Бог же творил немалые чудеса руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясание с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них». Деяния, 28 глава, с 3 по 9 стихи. Павел набрал множество хвороста и клал на огонь. Тогда Ехидна, выйдя от жара, повисла на руке его. И наплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу. «Верно, этот человек – убийца, когда его, спашивася от моря, суд Божий не оставляет жить». Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они ожидали было, что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым. Но, ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он – Бог. Около того места были поместья начальника острова именем Публия. Он принял нас и три дня дружелюбно угощал. Отец Публия лежал, страдая горячкую и болью в животе. Павел вошел к нему, помолился и, возложив на него руки свои, исцелил его. После сего события и прочие на острове, имевшие болезни, приходили и были исцелены. Деяния, 5 глава, 16 стих. Сходились также в Иерусалиме многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все. Деяния, 9 глава, с 32 по 35 стихи. Петр пришел и к святым, живущим в Лиде. Там нашел он одного человека именем Энея, который восемь уже лет лежал в постели в расслаблении. Петр сказал ему, «Энея, исцеляет тебя Иисус Христос, встань с постели твоей». И он тотчас встал. И видели его все живущие в Лиде и в Сароне, которые и обратились к Господу. Псалом 103, 3 и 4 стихи. Бог прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами. Иеремия, 17 глава, 14 стих. «Исцели меня, Господи, и исцелен буду, спаси меня, и спасен буду, ибо ты хвала моя». Марка, 9 глава, 23 стих. «Иисус сказал, «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». Псалом 29, 3 стих. «Господи, Боже мой, я возвал к тебе, и ты исцелил меня». Псалом 104, 4 стих. «Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда». Да, да, да. «Исцели меня, Господи, и исцелен буду». Господь, наш Бог, я обращаюсь к тебе с просьбой о милости и исцелении для того, кто сейчас слушает это видео. Ты сказал в своем слове, «Господи, Боже мой, я возвал к тебе, и ты исцелил меня». Псалом 32 стих. «Мы верим в твою исцеляющую силу и милосердие». Поддержи нашего слушателя в это трудное время и даруй полное восстановление здоровья. Как написано, «Исцели меня, Господи, и я буду исцелен, спаси меня, и я буду спасен, ибо ты — хвала моя». Иеремия 17, 14. «Пусть твоя исцеляющая сила наполнит тело и душу нашего драгоценного слушателя». В Псалме 147, 3 стихе сказано, «Он исцеляет сокрушенных сердцем и перевязывает их раны. Пусть твоя любовь и милость утешат и исцелят того, кто это слушает. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. «Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Исайя 53, 5 стих. «Мы верим, что через твои страдания и жертву пришло исцеление для всех нас. Ибо я восстановлю тебя и исцелю твои раны, говорит Господь». Иеремия 30, 17 стих. «И молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему». Иакова 5, 15 стих. «Мы молимся с верой и надеждой на твою исцеляющую силу. Пусть через слушание Божьего слова об исцелении окончательно укрепится вера того, кто его слушает. И будет этот человек как благоухающее здоровьем дерево, которое посажено у потока вод, которое орошается вовремя и лист которого не вянет. Во имя Иисуса Христа, нашего Спасителя и Господа, мы молимся. Аминь». Исайя 53, 5 стих. «Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Третье послание Иоанна, 1 глава, 2 стих. «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». Иеремия, 30 глава, 17 стих. «Я обложу тебя пластырем и исцелю раны твои, говорит Господь». Луки, 4 глава, 18 стих. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». Псалом 102, 2 и 3 стихи. «Благослови душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои». Притча, 4 глава, с 20 по 22 стихи. «Сын мой, словам моим внимай, и к речам моим преклони ухо твоё. Да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего, потому что они — жизнь для того, кто нашёл их, и здравия для всего тела Его». Исход, 15 глава, 26 стих. «Если ты будешь слушаться глаза Господа Бога твоего и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навёл на Египет. Ибо я — Господь, целитель твой». Псалом, 146, 3 стих. «Он исцеляет сокрушённых сердцем и врачует скорби их». Послание Иакова, 5 глава, с 14 по 16 стихи. «Болен ли кто из вас? Пусть призовёт пресвитера в церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему». «Признавайтесь друг при другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Исайя, 58 глава, 8 стих. «Тогда откроется, как заря свет твой, и исцеление твое скоро возрастёт, и правда твоя пойдёт пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя». Псалом 106, 20 стих. «Он послал Слово Своё и исцелил их, и избавил их от могил». Матфея, 9 глава, 22 стих. «И Иисус же, обратившись и увидев её, сказал, «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя». И женщина с того часа стала здорова». Матфея, 9 глава, с 27 по 31 стихи. За Иисусом следовали двое слепых и кричали, «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов». Когда же он пришёл в дом, слепые приступили к нему. И говорит им Иисус, «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят ему, «Ей, Господи». Тогда он коснулся глаз их и сказал, «По вере вашей, да будет вам». И открылись глаза их. И Иисус строго сказал им, «Смотрите, чтобы никто не узнал». А они, выйдя, разгласили о нём по всей земле той. Матфея, 9 глава, 35 стих. «Ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царства, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». 1 Петра, 2 глава, 24 стих. «Он грехи наши Сам вознёс телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились». Матфея, 14 глава, 14 стих. «Иисус увидел множество людей и сжалился над ними и исцелил больных их». Матфея, 14 глава, 36 стих. «Просили Его, чтобы только прикоснуться к краю одежды Его, и которые прикасались, исцелялись». Луки, 6 глава, 19 стих. «Весь народ искал прикасаться к Иисусу, потому что от Него исходила сила и исцеляла всех». Иисход, 23 глава, 25 стих. «Служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою, и отвращу от вас болезни». Марка, 1 глава, 34 стих. «Он исцелил многих страдавших различными болезнями и изгнал многих бесов». Псалом, 118, 50 стих. «Это утешение в бедствии моем, что Слово Твое оживляет меня». Марка, 6 глава, 56 стих. «Куда ни приходил Иисус, в селения, города или деревни, клали больных на открытых местах и просили Его, чтобы им прикоснуться хотя бы к краю одежды Его, и которые прикасались к Нему, исцелялись». Луки, 17 глава, 12 по 19 стихи. «Встретили Иисуса десять человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили, «Иисус — наставник, помилуй нас!» Увидев их, Он сказал им, «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам Его, благодаря Его, и это был Самарянин. Тогда Иисус сказал, «Не десять ли очистились? Где же девять? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» И сказал ему, «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Матфея, 4 глава, 23 стих. «Ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царства и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Луки, 13 глава, 11-го по 13-й стихи. Вот женщина, восемнадцать лет, имевшая дух немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев её, подозвал и сказал ей, «Женщина, ты освобождаешься от болезни своей». И возложил на неё руки. И она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. Иоанна, 4 глава, 46 по 53 стихи. Иисус пришёл в Кану Галилейскую, где притворил воду в вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришёл из Иудеи в Галилею, пришёл к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему, «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Царедворец говорит ему, «Господи, приди, пока не умер сын мой». Иисус говорит ему, «Пойди, сын твой здоров». Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошёл. На дороге встретили его слуги его и сказали, «Сын твой здоров». Он спросил у них, в котором часу стало ему легче. Ему сказали, «Вчера в седьмом часу горячка оставила его». Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему, «Сын твой здоров», и уверовал сам и весь дом его. Деяние, 10 глава, 38 стих. «Как Бог, Духом Святым и Силую, помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех угнетаемых дьяволом, потому что Бог был с ним». Иоанна, 5 глава, со 2 по 9 стихи. «Есть в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вефезда, при которой было пять крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых и сохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какую бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему, «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему, «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Псалом 116, второй стих. «Велика милость его к нам, и истина Господня пребывает вовек». Матфея 12, глава 22, стих. «Привели к нему бесноватого, слепого и немого, и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить, и видеть». Псалом 30, стих 3. «Господи Боже мой, я возвал к Тебе, и Ты исцелил меня». Исайя 57, глава 18 и 19, стихи. «Я видел пути его, и исцелю его, и буду водить его, и утешать его, и сетующих его. Я приведу к миру, мир дальнему и ближнему, говорит Господь, и исцелю его». Матфея 15, глава 21, по 31, стихи. Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина-хананьянка, выйдя из тех мест, кричала ему, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его, «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Он же сказал в ответ, «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А она, подойдя, кланялась ему и говорила, «Господи, помоги мне». Он же сказал в ответ, «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала, «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Тогда Иисус сказал ей в ответ, «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе пожеланию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Перейдя оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому и, взойдя на гору, сел там. И приступило к нему множество народа, имея с собой у хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым, и Он исцелил их. Так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева. Иеремия, 33 глава, 6 стих. «Вот я приложу к ней пластырь и исцелю раны ее, и открою им изобилие мира и истины». Марка, 2 глава, с 1 по 12 стихи. «Иисус пришел в Капернаум, и слышно стало, что Он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и Он говорил им слово. И пришли к Нему с расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к Нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где Он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному, «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что Он так богохульствует, «Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, тотчас узнав Духом Своим, что они так помышляют в себе, сказал им, «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному прощаются тебе грехи, или сказать, встань, возьми свою постель и ходи?» «Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному, «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря, «Никогда ничего такого мы не видали». Луки, 8 глава, 41 по 56 стихи. Пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и, пав к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь лет двенадцати, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его, и женщина, страдавшая кровотечением двенадцать лет, которая, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у ней остановилось. И сказал Иисус, «Кто прикоснулся ко мне?» Когда же все отрицались, Петр сказал, и бывшие с ним, «Наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но Иисус сказал, «Прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня». Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав пред ним, объявила ему перед всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тот час исцелилась. Он сказал ей, «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя, иди с миром». Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему, «Дочь твоя умерла, не утруждай учителя». Но Иисус, услышав это, сказал ему, «Не бойся, только веруй, и спасена будет». Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова и отца девицы и матери. Все плакали и рыдали о ней, но он сказал, «Не плачьте, она не умерла, но спит», и смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил, «Девица, встань!» И возвратился дух ее, она тотчас встала, и он велел дать ей есть, и удивились родители ее. Исайя, 38 глава, 16 стих. «Господи, такие живут по Твоей милости, и в этом состоит жизнь Духа моего. Исцели меня и оживи меня». Луки, 5 глава, с 12 по 16 стихи. «Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе, и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя его и говоря, «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал, «Хочу, очистись». И тотчас проказа сошла с него, и он повелел ему никому не сказывать, а пойти показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей во свидетельство им. Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих, но он уходил в пустынные места и молился. Матфея, 11 глава, 5 стих. Слепые прозревают и хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые воскресают и нищие благовествуют. Матфея, 8 глава, 2 и 3 стихи. К Иисусу подошел прокаженный и, кланяясь, ему сказал, «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал «Хочу, очистись». И он тотчас очистился от проказы. Псалом, 117, 17 стих. «Не умру, не умру, но буду жить и возвещать дела Господни». Матфея, Матфея, 8 глава, с 5 по 13 стихи. К Иисусу подошел сотник и просил его «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой, но скажи только слово и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному «Пойди» и идет, и другому «Приди» и приходит, и слуге моему «Сделай то» и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры». «Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». И сказал Иисус сотнику «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот час. Матфея, 8 глава, с 14 по 17 стихи. «Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется реченное через пророка Исаю, который говорит «Он взял на себя наши немощи и понес болезни». Матфея, 20 глава, 34 стих. «Иисус же, умилосердившись, коснулся глаз их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним». Иоанна, 11 глава, 4 стих. «Иисус сказал, «Это болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Иисус учил в синагоге в субботу. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Он сказал человеку тому, «Протяни руку твою». Он так и сделал, и стала рука его здорова, как другая. Марка, 1 глава, 40 по 42 стихи. «Приходит к Иисусу прокаженный, и, умоляя его и падая пред ним на колени, говорит ему, «Если хочешь, можешь меня очистить». И Иисус, умилосердившись, простер руку, коснулся его и сказал «Хочу, очистись». После сего проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. Иоанна, 14 глава, 12 стих. «Истина, истина, говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду». Марка, 16 глава, 16 и 17 стихи. «У веровавших же будут сопровождать сии знамения, имени моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы». Матфея, 10 глава, 1 и 8 стихи. «Призвав двенадцать учеников своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте». Деяния, 4 глава, 30 стих. «Простри руку твою на исцеление и на совершение знамени и чудес именем святого твоего Иисуса». Деяния, 3 глава, с 1 по 10 стихи. Пётр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. «И был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. Пётр с Иоанном, всмотревшись в него, сказал «Взгляни на нас». И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Пётр сказал «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назорея, встань и ходи». И, взяв его за правую руку, поднял. И вдруг укрепились его ступни и колени, и, вскочив, встал и начал ходить, и вошёл с ними в храм, ходя и скача и хваля Бога. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога, и узнали его, что это был тот, который сидел у красных дверей храма для милостыни, и исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним. Деяния, 19 глава, 11 и 12 стихи. Бог же творил немалые чудеса руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясанья с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Деяния, 28 глава, с 3 по 9 стихи. Павел набрал множество хвороста и клал на огонь. Тогда Ехидна, выйдя от жара, повисла на руке его, и на племеннике, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу, «Верно, этот человек убийца, когда его, спашиваяся от моря, суд Божий не оставляет жить». Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они ожидали было, что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым. Но, ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог. Около того места были поместья начальника острова именем Публия. Он принял нас и три дня дружелюбно угощал. Отец Публия лежал, страдая горячкую и болью в животе. Павел вошел к нему, помолился и, возложив на него руки свои, исцелил его. После сего события и прочие на острове имевшие болезни приходили и были исцелены. Деяния, 5 глава, 16 стих. Сходились также в Иерусалиме многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все. Деяния, 9 глава, с 32 по 35 стихи. Петр пришел и к святым, живущим в Лиде. Там нашел он одного человека именем Энея, который восемь уже лет лежал в постели в расслаблении. Петр сказал ему, Энея, исцеляет тебя Иисус Христос, встань с постели твоей. И он тотчас встал. И видели его все живущие в Лиде и в Сароне, которые и обратились к Господу. Псалом 103, 3 и 4 стихи. Бог прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами. Иеремия 17 глава 14 стих. Исцели меня, Господи, и исцелен буду, спаси меня, и спасен буду, ибо ты хвала моя. Марка 9 глава 23 стих. Иисус сказал, «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». Псалом 29, 3 стих. «Господи Боже мой, я возвал к тебе, и ты исцелил меня». Псалом 104, 4 стих. «Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда». Та, та, та. «Ищите Бог». Драгоценные наши друзья, если Бог благословил вас через наше служение, вы имеете возможность благословить других людей, которые будут слушать следующие видео, поддержав финансово служение CLT. Ссылка для пожертвования под видео. Пусть Бог благословит вас по богатству своему. мою году. Продолжение следует...